Робот-гимнаст, математический тренажер, необычные химические эксперименты. В лице интернате естественных наук собрались юные ученые со всех уголков страны и не только. Здесь проходит международная конференция от школьного проекта к профессиональной карьере. Сегодня проходит заседание 15 секций. Это языковые секции, секции посвященные социальным наукам, точным наукам, естественным наукам, истории. И выбрать какие-то, наверное, очень яркие проекты невозможно, потому что сегодня мы пригласили сильнейшие работы на защиту. Сегодня, конечно, конкуренция достаточно высока. Эта конференция уже 12-я по счету. В Саратов приехали школьники из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и восьми регионов России. Всего около 500 участников и больше сотни проектов. Я когда-то нашел жуга, и мне так понравилось ими заниматься. В конце концов, я уже перешел к мельчайшим насекомым и начал заниматься биологической защитой растений. К нему в лице интернате естественных наук особое внимание. Василий Фортунатов – самый младший участник. Мальчик учится во втором классе, и его проект посвящен созданию мультфильмов. Я изготавливаю резиденцию куклы и снимаю про них мультфильмы. Да, по кадрам. По 100, по 100, там, с лишним кадром. Как автор одного из самых ярких проектов, он заслужил право рассказать о своей работе со сцены. Второй день конференции посвящен церемонии награждения. Грамоты, сертификат на покупку техники. Но самая главная победа в этом конкурсе поможет при поступлении в высшее учебное заведение. Екатерина Молчанская, Игорь Шишилин, Новости, Телеобъектив.